Представляем новые сенсационные вкусы Energy Diet. Хлеб с пастой лесные ягоды и хлеб с томатно-овощной пастой. Ароматный и мягкий, хлеб отлично сочетается и с нежной сладостью лесных ягод, и с приятной кислинкой томата. Как и в других вкусах Energy Diet, в хлебе с пастой содержатся все нужные нашему организму аминокислоты, жиры, углеводы, витамины и минералы. И, наконец, этот хлеб можно есть, даже если вы проходите программу коррекции веса. Сегодня на нашей кухне мы приготовим два вида хлеба Energy Diet. Один с пастой лесные ягоды, а второй с томатно-овощной пастой. Для начала нам понадобится один пакет сухой смеси. Мы высыпаем в миску. Насыпаем в миску. Добавляем туда же пять примерно ложечек воды. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь тщательно перемешиваем. Как видите, тесто получается достаточно густым. Формируем булочку. Вот, наше тесто готово. Сейчас мы его поставим в микроволновую печь. Для этого рядом с тарелкой нам понадобится стакан наполненный водой, для того, чтобы наш хлеб был пышным. Наливаем воды. Половину перемещаем в микроволновую печь. Воду. Рядом ставим хлеб. Регулятор мощности устанавливаем на 750 ватт. А таймер устанавливаем на 5 минут. Все, процесс пошел. Хлеб печется. Пока выпекается хлеб, мы приготовим пасту. Лесные ягоды и томатно-овощные. Для этого мы возьмем один пакет сухой смеси и высыпем в миску. Вторая паста у нас томатно-овощная. Тоже высыпаем в нашу емкость. В каждую добавим по 3 мерных ложечки воды. Тщательно перемешиваем. Консистенция у нас получилась очень хорошая, однородная, густая. Очень подходит для намазывания на наш хлеб. Вот наша паста готова. И теперь готов наш хлеб. Вот что у нас получилось. Сейчас мы его разрезаем на 2 лепешечки. Хлеб такой пористый. Одну часть мы намажем пастой мясные и ягоды, а вторую томатно-овощную пасту. Вот мы получили 2 полноценных бутерброда, которые по вкусовым качествам и внешнему виду не отличаются от обычных бутербродов. Но они гораздо полезнее, потому что в себе содержат много витаминов и питательных веществ. По желанию наш хлеб мы можем подрумянить в тостере. Опускаем наши 2 лепешечки в тостер. И ждем, когда он подрумянится. Сейчас мы достаем наш подрумянинный хлеб. Вот что у нас получилось. А еще он служит хорошим дополнением к супам и к амлету Энерджи Дель. Конечно, если в этот момент вы не проходите программу коррекции веса. Я сейчас вам расскажу, как можно дополнить эти бутерброды. Вот, например, бутерброд лесные ягоды можно дополнить свежей ежевикой и мятой. А бутерброд с томатно-овощной пастой мы дополним помидорами и базиликом. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова